Термин энергия встречается нам при изучении физики повсеместно. Энергия есть там, где висит яблоко на дереве, энергия есть там, где кто-то скатывается на санках с горки, и энергия есть там, где появляется материя. Но если вы пытаться найти ответ на вопрос, чем является энергия с физической точки зрения, то мы с вами вряд ли сможем это сделать. И как совершенно верно отметил один из уважаемых зрителей канала, ни один уважающий себя физик не будет пытаться дать объяснение термину энергия. Но так или иначе, мы все-таки возьмем у себя смелую задачу и попробуем найти ответ на то, чем является энергия физики. На связи Юрий Трифонов, и я думаю, что ролик будет очень интересным, поэтому обязательно смотрите до конца, так как именно в конце ролика мы будем пытаться провести вот эту вот, как я это называю, механическую аналогию термину энергии. Чаще всего энергия описывается как скалярная физическая величина, которая характеризует способность системы совершать работу, которая характеризует способность системы обмениваться с другими системами, и которая характеризует различные специфические взаимодействия материи друг с другом. И, как вы понимаете, из этого определения ничего не следует. И пока мы изучаем механику, в общем-то, у нас никаких дополнительных вопросов не возникает, потому что все кажется простым, линейным и понятным. Едет велосипедист по горке, вот это вот классическое представление, это классическая картинка, которая есть в каждом учебнике, и когда он скатывается с горки, у него большая кинетическая энергия, когда он поднимается в горку, у него на вершине горы большая потенциальная энергия. Следующий вид энергии, который обычно изучают в школе и много где еще, это внутренняя энергия. И тут тоже не возникает особенно вопросов, хотя уже какие-то сомнения обычно закрадываются очень у многих. Проблема в том, что, как мы помним, внутренняя энергия высока, когда у объекта, например, высокая температура, или когда мы лупим молотком по гвоздю, у гвоздя появляется избыточная внутренняя энергия, и поэтому гвоздь начинает нагреваться. Тут уже вопрос, чем является вот эта вот сама по себе сущность, которая характеризуется как энергия, возникает у гораздо большего числа, изучающего физику. Настоящее веселье начинается, когда мы касаемся теории Эйнштейна. Наверное, одно из первых, что мы помним про Эйнштейна, что он придумал великолепную формулу E равняется mc квадрат. И как придумал? Он не придумал, а выявил такую закономерность. Эта формула означает не что иное, что масса эквивалентна энергии, и что и то, и то можно превратить в разные формы. Если вы помните в недавнем ролике про наличие энергии в атоме, где она там прячется, мы пытались выяснить, мы как раз эту закономерность упоминали. И вот здесь получается, что вроде как масса эквивалентна энергии, а если масса эквивалентна энергии, то, наверное, и материя есть энергия. Все тела состоят из частичек, те частички состоят из еще более мелких частичек, и вот вся суть классического подхода физики строится на том, что частички всегда из чего-нибудь состоят. Ученые пытались искать, из чего состоит самая маленькая частичка, для того, чтобы она уже перестала делиться и стала так называемым лептоном, то есть частичкой неделимой. Но, насколько мне известно, пока не удалось какие-то успешные шаги в этом направлении предпринять, и пока что все равно все делится и делится. Попытки разобраться в этом классическом представлении, где запар в частиц постоянно растет, увеличивается, увеличивается, приводят к тому, что есть альтернативные взгляды на природу вещей. Есть давно описанный корпускулярно-волновой дуализм. Посредством изучения процессов было предположено, что никакого корпускулярного там нет, там есть только волновой. И большинство явлений сейчас рассматриваются именно как волновые. Волна со свойствами, которые в нашей среде проявляются как материальная частица. И вот, исходя из этого определения, все становится гораздо более интересным. Здесь, если капнуть глубже, есть такая теория поля. Опять же, могу говорить не совсем корректно и в соответствии с терминами, но давайте опять же ориентироваться на физическую сущность проблемы. По мнению многих ученых, существует глобальное поле. Это глобальное объемное поле, которое при взаимодействии с тем или иным объектом может колебаться. Тут сразу вспоминаются всякие пространственно-временные штуки, но пока немножко не об этом. И вот, согласно этому представлению, частички продолжают дробиться и дробиться по одной простой причине. В частице есть всего лишь реакция поля на передачу ей энергии. И для того, чтобы получить ту или иную материальную частицу, нужно заставить некоторую точку поля колебаться. А для того, чтобы эта точка колебалась, нужно передать ей что? Передать ей энергию. Что же, тут, наверное, пришло самое время сказать, что... С чего мы начали ролик, ни один уважающий себя и физик не будет давать определение энергии, выходящей за рамки, по крайней мере, школьных учебников. Потому что можно взять, например, пример 2 плюс 2 и попытаться объяснить, чем является плюс. Так или иначе, есть всегда какие-то кирпичики, на которые мы опираемся, чтобы построить объяснение. И вот как плюс в примере 2 плюс 2, энергия есть некоторая сущность, которая является базовым явлением физики, которое само по себе объяснить практически невозможно, потому что это базовое явление физики. Из энергии все состоит, материя, по сути дела, состоит из энергии, все процессы строятся за счет передачи и обмена энергиями. Энергия никуда не появляется, не пропадает, есть закон сохранения энергии, и энергия, энергия, энергия. Но энергия это базовая сущность, которую, ну, как минимум, очень сложно определить. Так или иначе, я попытался найти какое-то определение, которое, мне кажется, относительно правильным и относительно подходящим. Что же, представим себе трехмерную реальность. Вспомните, например, 3D Max, а еще лучше, если вам доводилось разрабатывать игры, или, может быть, вы видели эти процессы. Есть такой, например, старенький движок, который обычно мне знаком, это Text Construction Set от Morrowind, и там как раз вот очень хорошо можно разрисовать физическую картину мира. На самом деле, конечно же, я не утверждаю, что физическая картина мира является именно такой, как мы видим в этом редакторе, такой, как я себе это представил. Просто хочу поделиться с вами своими рассуждениями на тему того, как физически можно представить себе энергию, и как все-таки попытаться объяснить необъяснимое. Что же, вернемся к нашему редактору. Итак, у нас есть в физике пространство временной континуум. Он обладает некоторыми характеристиками. Эти характеристики представлены в виде количества измерений и специфики этой среды. В случае среды разработки игры здесь все очень красиво вырисовывается. У нас есть некоторый трехмерный такой полигон, трехмерное такое пространство, в котором мы можем что-то делать, что-то творить. По сути дела, пространство-время – это аналогия того самого движка, той самой рабочей среды, которая у нас есть в этом редакторе. Точно так же, как в редакторе у нас есть скрипты, точно так же, как в редакторе прописаны те или иные свойства, у нас с вами в пространстве в любом континууме прописаны законы физики. Возьмем, например, какой-нибудь чайник или там NPC-шку какую-нибудь, возьмем, перетащим мышкой из зоны, где у нас собраны предметы, доступные для использования, в зону, где мы будем работать. У нас окажется, что объект висит в пустоте, в пространстве времени. И вот что здесь произошло с физической точки зрения, почему мне это кажется вполне уместной аналогией. Объект состоит, по сути дела, из точек. Точки описаны информацией. Тут мы, кстати, приходим еще к одной важной сущности, про это был ролик, посмотрите, где-нибудь ссылочку обязательно оставлю. Информация физики. Информация физики – это еще такая одна штука, которую, в принципе, объяснить очень сложно. И, по сути дела, все наши изыскания сейчас приходят к тому, что происходящее вокруг нас есть взаимодействие энергии и информации. При этом информация есть некоторая матрица, описывающая систему и все ее свойства, а энергия есть то, что наполняет эту матрицу, ну как бы там, материей, объектами, взаимодействиями. Это то, что является средой, способной запустить матрицу в работу. И вот почему здесь видеоигры – очень хороший пример. Потому что берем объект, который мы перетащили из зоны, где у нас собраны объекты, доступные для работы, в зону разработки. И этот объект у нас представлен точками. Каждая точка описана той самой матрицей, теми самыми функциями. Где ее вывести, когда ее вывести, как с ней работать. Эти точки в итоге образуют изображение. Получается некоторый объект. Объект трехмерный. Ну или двумерный, если какой-то более простой редактор, тут не суть важно. Эти точки не существовали бы без чего. Правильно, они существовали бы без описания системы с помощью такой матрицы, с помощью скриптов, которые есть. А еще бы они не существовали без электрического тока. И по сути дела, если проанализировать всю глубину работы современного компьютера, то оно строится на взаимодействии электрического тока с архитектурой системы. Мы этого вопроса постоянно касаемся при обсуждении темы квантовый компьютер. В моем телеграм-канале обязательно подписывайтесь, ссылочка в описании, там очень много чего интересного. И мы всегда говорим, что по сути электрический ток, электроны или что бы то ни было, начинает перемещаться по проводу и благодаря этому появляется в конечном итоге электричество в другой точке. Когда электричество получается в другой точке, фактически проработал скрипт, который мы написали. Как выводится точка на экран компьютера? Очень-очень просто, очень-очень сумбурно и вот так вот, чтобы все поняли. Энергия поступает, грубо говоря, на процессор. Этот процессор выполняет некоторую команду в соответствии с своей архитектурой и на выходе дает энергию в другой точке. Эта энергия заставляет менять цвет, скажем там, светодиодик или там электрон клоняться или любая другая технология, которая подходит. И в конечном итоге, благодаря этому, энергия в такой форме вырисовывает нам точку. И по сути, небольшой ошибкой будет сказать, что то изображение, которое мы видим на экране, есть электрический ток, прошедший через мясорубку нашего с вами компьютера и архитектуры системы. Улавливаете здесь тонкую связь? По сути, если мы говорим, что объект в компьютерном мире это и есть электрический ток, правильно обработанный системой, то электрический ток мы можем сопоставить с энергией в нашем мире глобальном. Мы до конца не понимаем, чем этот электрический ток является в глобальном смысле, но можем сказать, что это основополагающая сущность, которая при взаимодействии с пространством-временем дает нам возможность породить тот и длинной объект. Этот взгляд можно, конечно же, критиковать, но так или иначе он неплохо сопоставляется с современной физикой. И то представление о материи, которое мы сформулировали выше, что материя строится за счет колебания некоторого квантового поля, существующего в пространстве, которое наполняется энергией и порождает при этом частицу, очень хорошо подходит, сопоставляется с тем, что есть точка на экране в нашем персональном компьютере или в телефоне. И поскольку точка на экране это электричество, которое, пройдя некоторую матрицу, образовало такой объект, можем сказать, что энергия это эквивалент электричества, но в таком глобальном смысле. Из этих рассуждений получается, что энергия это есть некоторая субстанция, что-то типа такого, клоу-то там, зеленого ядерного топлива, которое налили в какой-нибудь непонятный бензобак, и которое разошлось по вот этой матрице пространства-времени, сформулированной с помощью информации, и благодаря этому образовало материю, передавалось другим объектам, формировало какие-то физические процессы и так далее и тому подобное. И самое интересное, что при всем при этом тогда очень хорошо сюда вписывается и концепция информации, которая является базовой сущностью физики, и которая в каком-то смысле является тем программным кодом, описывающим то, каким образом подтвердить энергию. Очень хорошо тогда описываются все процессы, очень хорошо тогда описываются сами частицы и то, что мы пытаемся увидеть. Я знаю, что зрители, которые любят изучать научные ролики на моем канале, обычно скептически относятся к философскому восприятию действительности, но то, что интересно, если вы проанализируете то, чему учат там, то или иное направление, вы поймете, что в конечном итоге и философия приходит к тому, что энергия – это основополагающая сущность, которая каким-то там образом взаимодействует с окружающим миром. И вот здесь, в этой точке, мы видим пересечение и физики, и классической науки, и того, что мы сами делаем в виде разработки компьютеров, и операционных программных систем и так далее, и всего вообще, что только можно себе представить. И философия, и физика, и информатика, и любые другие дисциплины в этой точке имеют примерно одинаковый взгляд на проблему. А вот это уже очень интересно, и получается, что мы с вами, ну вот где-то так, к какой-то глобальной сущности подступили, но пока еще научного ответа найти на вопрос не можем. Мы начали с того, что критиковали определение в учебнике, в классическом учебнике, а вот в данном случае оно вполне себе исчерпывающее, даже если провернуть его через призму вот этих вот сложных представлений, оно остается более-менее адекватным. Поэтому, друзья мои, энергия – это некоторая базовая сущность, которая является плюсиком в уравнении 2 плюс 2, и вот этот сам по себе плюсик мы, наверное, объяснить не можем. Правда, знаете, даже плюсик объяснить проще, потому что можно этому подобрать какое-то определение, чем описать, чем является, собственно, энергия. Что ж, друзья мои, остается попросить вас поддержать мой проект. Сейчас я завел канал про изобретения, там про нестандартное мышление и историю изобретений. Мне очень нужно брать там 2000 подписчиков, поэтому прошу всех зрителей обязательно подписаться на этот телеграм-канал. ссылочка будет, конечно же, в описании. Ну, а если вы не подписаны на основной канал, то, конечно же, ставим пальцы вверх, конечно же, подписываемся, если вдруг по какой-то причине не сделали этого раньше. Ну и остаемся на связи. Всем здоровья, удачи, любви. Спасибо за внимание. Надеюсь, мы с вами в той или иной степени на этот сложный вопрос ответили. Ну и до новых встреч. Пока. Рэп.